Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 24 марта. Изменения коснутся процедуры въезда наших граждан на территорию России. Кабинет министра в Российской Федерации внес поправки в ранее принятое распоряжение о запрете въезда иностранным гражданам на территорию своей страны. Рабочие совещания в Министерстве образования. Основная тема – возможные варианты введения дистанционной формы обучения при продлении карантина. На месте бывшей текстильной фабрики появится новый микрорайон. В 2020 году здесь планируется возведение двух пятиэтажных домов. Гражданам Южной Осетии при пересечении границы с Российской Федерацией необходимо иметь при себе российский паспорт. Режим пересечения госграницы с Россией с 16 марта после ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса, для граждан Республики Южная Осетия остается прежним. Однако в распоряжении правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года внесены изменения. Тему продолжит Роза Тедеева. Кабинет министров России внес поправки в ранее принятое распоряжение о запрете въезда иностранным гражданам на территорию своей страны. Новые изменения коснутся процедуры въезда наших граждан на территорию России из других стран. Граждане Южной Осетии будут пропущены через таможенный пункт пропуска в нашу республику. Соответствующую ноту посольство России 23 марта направило в Министерство иностранных дел Южной Осетии. Распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года не применяется в отношении граждан Республики Южная Осетия, прибывающих в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска и убывающих в государство своего гражданства через воздушные пункты пропуска преследований в государство своего гражданства иными видами транспорта, говорится в сообщении Министерства иностранных дел. Между тем, введенное 16 марта ограничение о запрете пересечения госграницы России иностранными гражданами остается неизменным. Граждане Южной Осетии могут пересекать российскую границу только по общегражданскому внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации. Ведется очень активная работа с нашими коллегами в Российской Федерации по разным линиям для того, чтобы снять эти ограничения или попытаться сделать так, чтобы облегчить для определенной категории наших граждан режим пересечения. В Министерстве иностранных дел также добавили, что в исключительных случаях экстренной операции, госпитализации, при наличии медицинского заключения и всех необходимых документов Минздрава, граждане этой категории могут обратиться в российское посольство, где каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Роза Тедеева, Елена Газаева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. С целью предотвращения осложнения эпидемиологической обстановки, комитетом Юго-Сайд-Потребнадзора было принято решение закрыть на карантин образовательные учреждения. Главный санитарный врач республики отметила, что карантин – это мера для того, чтобы дети сидели дома. Марина Кочева отметила, что все мы должны быть ответственны и в первую очередь воздержаться от поездок за пределы республики. Десять лежат в стационаре. Из них девять в нашей инфекционной больнице. И один сегодня должны госпитализировать в Ленингорскую больницу. Часть из них из Грузии, некоторая часть из Турции, есть из Индии, из Москвы. Но здесь среди них есть три человека, которые сами позвонили. У них были некоторые клинические признаки. И мы их поместили. И могу сказать, что они все себя чувствуют хорошо. В домашних условиях у нас находятся 26 человек. Надо воздержаться нам от выезда. Мы сейчас из-за пределы республики. В Министерстве образования и науки прошло рабочее совещание. Тема – возможные варианты введения дистанционной формы обучения при продлении карантина. По словам руководителя Центра информационных технологий, она может быть вполне успешно внедрена в образовательный процесс. Подробности в репортаже Яны Плеевой. Рабочее совещание прошло с участием педагогов и руководителей районных и городских школ. Основная тема – возможные варианты введения дистанционной формы обучения при продлении карантина. Каждый из руководителей школ предложил свой вариант. Самая известная и легкая в использовании российская электронная школа, по словам руководителя Центра информационных технологий, может быть вполне успешно внедрена в образовательный процесс. Программа является бесплатной и на данный момент является лучшей электронной платформой. Это полный школьный курс уроков с 1 по 11 класс. Там есть расписаны планы уроков, даются задания. Плюс этих заданий в том, что дети не могут их выполнять несколько раз. Они выполняют эти задания один раз и, соответственно, там, если они совершили ошибки, эти ошибки тоже остаются. И их педагог может их проверить. Там есть все возможности для учителей, для учеников, для школы, для родителей. И везде можно ставить свои отметки. Кроме того, рассматривался возможный вариант введения образовательного процесса посредством еще более известной интернет-сети WhatsApp. Как отметили сами педагоги, более легким является именно данный вариант, так как уже имеются группы, в которые входят и ученики, и педагоги. Посредством групп педагог может отправлять домашние задания, а дети, в свою очередь, отправляют фотографию с готовым домашним заданием. Необходимо найти что-нибудь такое более легкое, как нашел нам Костя Деоев, наш десятиклассник. И более актуально, что мы можем сделать, потому что даже в классе бывает 30 детей, допустим, сколько человек нас слушает? Ну, максимум 15, да? Остальные молча сидят. Потом что-то спросишь, да? И они вроде присутствуют, но отсутствуют. Ну, 20, самое лучшее, если тебя действительно слушают. То же самое будет на этих онлайн-уроках. Но лиха беда начала. Это надо начинать. Во всемирной сети интернет есть всевозможные программы, которые различаются разнообразием и особенностями пользования. При желании их можно освоить, но необходимо время на организационные моменты, так как даже в современном мире при изобилии технических средств есть семьи, где нет интернета. По словам министра образования, на данном этапе необходимо ориентироваться именно на такие случаи, индивидуально подходить к каждому. Самый сложный вопрос, конечно, это те дети, у которых нет возможности воспользоваться интернетом или телефоном тем же самым. Для них мы все-таки обдумываем какой-то особый способ работы, какой мы тоже предложили. Общение, естественно, редкое, скажем так, но тем не менее общение, чтобы учитель мог проконтролировать работу ученика. Вовлекаем, если не 100% своих учеников, то максимальное количество в этот процесс. Естественно, когда мы выйдем из карантина, мы должны продумать меры контроля за той программой, которую освоили дети в период карантина. Подводя итоги совещания, было решено в течение нескольких дней подготовить в письменном виде возможные варианты дистанционного обучения. Кроме того, собрать данные, какими техническими средствами располагает большинство учащихся, чтобы понять, в каком процентном соотношении в образовательный процесс будут вовлечены ученики. Яна Плева, Александр Кукоев, информационный выпуск. Сегодня. Твилийский режим в условиях пандемии коронавируса в очередной раз обостряет ситуацию на госгранице, сообщает пресс-служба КГБ. В Грузии 21 марта в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой введен режим чрезвычайного положения. Центральные и местные власти Грузии, а также правоохранительные и специальные службы, не справляясь с возникшим кризисом, сознательно дезинформируют население о реальном положении дел. Елена Газаева продолжит. По официальным данным, общее число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 54 человек. На карантине свыше 3000 человек. Из них госпитализировано более 200. Многие граждане Грузии, у которых обнаружен COVID-19, прибыли из Ирана, Италии и Испании. Здесь также зафиксированы случаи заражения нескольких сотрудников МВД и до 10 военнослужащих сил обороны Грузии. В военном госпитале в Горе развернута карантинная зона, в которой находится более 40 человек. КГБ отмечает, что случаи заражения коронавирусом отмечены в приграничных с Южной Осетии, Онском, Хашурском, Карельском, Горийском и Каспском муниципалитетах Грузии. На карантине частично находятся работники органов власти и управления Грузии. Приостановлено авиасообщение со многими странами Европы и Азии. Ущерб от прекращения туристического потока только в марте составил около 10 миллионов долларов США. Национальная валюта Лари опустилась до максимально низкой отметки за весь период своего существования. 3,11 лари – около 80 рублей за 1 доллар США. Центральные, региональные и муниципальные власти не справляются с возложенными на них обязанностями по соблюдению эпидемиологического режима. В ночь с 21 на 22 марта в районе карьера Югостальк зафиксирован подрыв ручной гранаты и противопехотной мины. В ночь с 22 на 23 марта грузинская сторона при активной поддержке миссии наблюдателей ЭС использовала три аэростата и легкий беспилотный летательный аппарат для введения оптической разведки за юго-остинской территорией. Позициями пограничной службы КГБ Южной Осетии и пограничными нарядами погрануправления ФСБ Российской Федерации в Южной Осетии. Также комитетом фиксируется проведение грузинской стороной в активном режиме мероприятий по линии радио и радиотехнической разведки. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 центральные и местные власти Грузии, а также правоохранительные и специальные службы, не справляясь с возникшим кризисом, сознательно дезинформируют население о реальном положении дел. Данная ситуация выгодно используется американскими кураторами табилистского режима для расширения ареала распространения инфекции и создания бактериологической угрозы всему региону. При этом лаборатория Лугара не в состоянии справиться с ростом числа зараженных. Кроме этого, КГБ Южной Осетии подчеркивает, что в ситуации, когда российская сторона оказывает гуманитарную и медицинскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом, европейские наблюдатели МНС фактически прикрывают своим мандатным безответственную деятельность грузинских силовиков, направленную на осложнение функционирования режима государственной границы Республики Южной Осетии и Грузии и создание дополнительных угроз безопасности. Елена Газаева, Оксана Татаева, информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов поздравил Аслана Бжания с избранием на пост главы Республики Абхазия. Убедительная победа в состоявшихся 22 марта всеобщих президентских выборах явилась признанием вашего авторитета. Сделанный народом Абхазии выбор – яркая демонстрация поддержки вашей программы укрепления национальной государственности, социально-экономического развития, роста благосостояния населения и консолидации общества. Говорится в поздравлении Бибилова, опубликованном на сайте президента. Он добавил, что уверен в участии Бжания, в укреплении дружеских отношений и поступательном развитии отношений Южной Осетии с Абхазией. Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью, которая остается самой смертоносной в мире. Каждый день от туберкулеза умирает свыше 4000 человек. Специалисты отмечают, что одним из эффективных способов выявления на ранних стадиях является ежегодное обследование. Репортаж Анжелы Кукоевой. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. И очередной раз врачи напоминают о том, что необходимо активизировать усилия по борьбе с этой болезнью, которая по сегодняшний день остается самой смертоносной в мире. Каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает свыше 4000 человек. Главный фтизиатр Южной Осетии Нина Плахти отмечает, что одним из самых эффективных способов выявления туберкулеза на ранних стадиях является ежегодное прохождение флюорографии. Туберкулез в настоящее время лечится хорошо. И если это вовремя, и если человек следует всем рекомендациям врача, то он лечится хорошо. Так что затаивай, не затаивай, все равно болезнь, когда это даст о себе знать, но тогда уже будет очень поздно. Символом сегодняшнего дня является белая ромашка. Цветок обозначает здоровое дыхание. Еще в конце 19 века в мире начали проводить противотуберкулезные мероприятия. В основном это были благотворительные акции. Например, в Женеве на улице вышли молодые люди с белыми ромашками. Они собирали пожертвования для лечения больных туберкулезом. Однако официально день борьбы с этим заболеванием был утвержден в 1982 году. Все мировое сообщество отмечает день борьбы с туберкулезом. Я хочу, чтобы наше население тоже присоединилось и отметило этот день. Спросите, как? Сделайте, пожалуйста, флюорографию. Все. Позвоните своим близким, родным, соседям, знакомым. Договоритесь о встрече и милости просим во флюорографических кабинетах. Сегодня каждый из нас должен задуматься над тем, что болезнь можно победить. С помощью профилактики и своевременного лечения можно полностью ликвидировать туберкулез. И Всемирный день борьбы с туберкулезом – очередной повод привлечения внимания общественности к масштабам этой болезни. Анжела Кукоева, Ирина Битева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В 2020 году на месте бывшей текстильной фабрики планируется возведение двух пятиэтажных домов. Рабочие приступили к демонтажу старого здания. По стечении двух месяцев после демонтажа приступят к следующей стадии строительства. Подробности далее. Уже совсем скоро на месте бывшей текстильной фабрики появится новый микрорайон. В 2020 году здесь планируется возведение двух пятиэтажных домов. Сейчас здесь проводятся работы по демонтажу старого здания фабрики. Работы по демонтажу бывшего предприятия выполняет компания «СТМ Юг» из Северной Осетии. Полным ходом идет разбор конструкций текстильной фабрики. Ведутся демонтажные работы бывшей текстильной фабрики. На месте будут уже построены новые многоквартирные дома. Пятиэтажные, пятиподъездные. Работы ведутся быстрым темпом. Работы ведутся уже в течение месяца. По истечении двух месяцев демонтаж закончится, и рабочие начнут копать котлован. В 2020 году запланировано строительство двух жилых домов наподобие комфортабельного жилого комплекса, построенного на улице Братьев Губаевых в Цхымбале. Всем необходимым строительная фирма обеспечена. Ведутся строительные организации СТМ «Юг». На месте работают восемь человек рабочих, все местные. Часть единиц техники. Работы ведутся нормальным темпом. Корпуса будут пятиэтажными с пятью подъездами. При строительстве будет использован кирпич, который отличается высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Стала Бязарова, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск «Сегодня». Установившаяся хорошая весенняя погода позволяет приступить к уборке придомовых территорий. Работы прибавилось и у коммунальщиков, но им помогают сознательные граждане. В обязанности работников благоустройства уборка придомовых территорий не входит. Однако из-за захламленности эти работы приходится выполнять им. Репортаж Агунды Губозовой. С приходом весны все стараются привести в порядок придомовые территории. Теплая погода позволяет приступать к уборке и проведению субботников. Работы прибавилось и у работников комбината благоустройства. Сегодня они начали наводить чистоту на улице Хазбига Глоева. С пивзавода убираем и до конца будем убирать. У нас определенных участков нет. Нас руководство посылает на любую улицу, где грязно. И мы убираем. Где-то 8 человек убираем этот участок. Когда-то запущенная улица Тельмана сегодня сверкает. Работникам комбината благоустройства в нелегком труде помогают неравнодушные к своему двору и городу жители. Многие горожане, в пример остальным, не ждут, когда очередь дойдет до их двора. И работники управления благоустройства уберут и украсят их двор. А сами придают надлежащий порядок и красоту. Одна из ухоженных улиц города Цхинвал – улица Коблова. На этой улице всегда можно увидеть цветущие оазисы. Очень много людей у нас в городе, которые стараются убрать свои газоны, посадить цветы, следят каждый день за чистотой своего окружения. Например, улица Коблова. Каждый раз я это говорю. Все стараются как можно лучше. Мой газон лучше всех. В обязанности работников благоустройства уборка придомовых территорий не входит. Об этом должны позаботиться собственники жиля. Однако из-за того, что нередко дворы запущены, захламлены и заполнены бытовым мусором, эти работы приходится выполнять коммунальщикам. Агунда Губозова, Заур Устаев, информационный выпуск. Сегодня. Информационный выпуск. Продолжают новости спорта. Председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Засеев принял и поздравил с хорошим результатом. Бронзового призера первенства России по дзюдо среди спортсменок до 23 лет Алану Албурову. Ее тренеров Автандила Габараева и Тенгиза Турьева. Сергей Засеев поздравил их с успешным выступлением и отметил, что Аланы все данные, чтобы стать известной на весь мир дзюдоисткой. Засеев также добавил, что каждый спортсмен, выступая на различных соревнованиях, должен показывать не только высокие спортивные результаты, но и остинское воспитание. Субтитры создавал DimaTorzok Тренер Автандил Габараев рассказал, как организаторы первенства России боялись за здоровье Аланы из-за ее юного возраста. Алане 17 лет, а она боролась со спортсменками до 23 лет. Но тренер, зная физические возможности своей подопечной, настоял, чтобы ее допустили на соревнования. Габараев также вспомнил времена, когда она начинала готовиться под его руководством. Она проиграла до этого. Мы заходим, через полгода звоним, она будет перед номером. Давайте. Мы с файлоном дома, вот закончится. Я знаю, сколько будет, не поломают. Шири мы чемпионы, Кэй Кэмэн Фахарди, Россия ТН. Всех за секунды, 20-30 секунд, 35 секунд, всех чисто получили. Она сборная до 20-го года. Там 3-2 года шури, олимпийская призерка в Морозе. Мы очень советуем. Мы близко, как бы молодая, еще неопытная, мы побеждаем чемпионат сборной России. Алана начала заниматься дюдо под руководством Тенгиза Турьева. Тренер делал все возможное, чтобы она полюбила этот вид спорта, потому что уже тогда видел возможности юной спортсменки. Тренер делал все возможное. Алана учится в 11-м классе первой школы. Она является одной из самых успешных дюдоисток Южной Осетии. Кроме бронзовой награды первенства России, она стала обладательницей Кубка Европы. Заняла первое место на первенстве Северо-Кавказского федерального округа. На первенстве России она провела 6 схваток. В борьбе за третье место она одолела представительницу Московской области. Благодаря этому успеху она попала в сборную России среди спортсменок до 23 лет. Алана отметила, что всегда чувствует поддержку югостинских болельщиков и всегда старается оправдать их надежды. А когда я бываю на соревнованиях, все южные сети почти знают, что и папины друзья, и мамины друзья, родственники, они всегда болеют за меня и это помогает иногда на соревнованиях, потому что я знаю, что когда я выиграла, они все очень радуются, даже когда бываю в тройке. Также я чувствую поддержку нашего президента, он всегда следит за моими успехами и когда бывает возможность, поздравляет меня. Я еще хотела сказать спасибо своим родителям за то, что они меня отдали в этот спорт, поддерживают меня всегда. И моим тренерам это Габараев Автандил Герасимович, Габараев Виталий Автандилович и Туриев Тенгиз Григорьевич. Без них бы я в спорте ничего не добилась. Спасибо вам большое. В конце встречи Сергей Засеев наградил дюдоистку и ее тренеров почетными грамотами и напутствовал на большие победы. Батрас Хориев, Сарман Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Диоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова